Так, друзья, сегодня 6 января. Здравствуйте, 23 год. Я вас поздравляю с наступающим праздником Рождества Христова. А пока мы с вами будем делать вторую серию. Посмотрите, итак, я на юг выслал огромное количество, нет, небольшое, огромное количество семян. Для юга России это самый крупный заказ. Был еще крупнее, но обидно было, когда этот заказ уехал в Словакию. Нам вроде бы не надо было. Но вот такой же крупный заказ. Это было несколько лет назад. Судьбу его не знаю. А сейчас мы с вами будем говорить о юге России. Уже начали говорить. Вот там есть две крайности. Например, есть уникальный садовод со 150-граммовыми абрикосами. И целые районы, где абрикосов даже найти не могут. И это юг России. В первой серии мы начали говорить об этом. К этому и этому. Это один и тот же заказ. Было выслано, кроме прочего, бумажная книга. Очень ценная. Я считаю, брошюра и 20 дисков. И зачем 20 дисков, уже можно стать профессиональным садоводом с гарантией. Там есть все. Но представим себе такую картину. Тех, которых все это должен был посадить, оказался в длительной командировке. Именно такие. Вот его помощник остался в России. В одном из южных регионов. Не хочу говорить даже близко, чтобы не вычислить. Назовем его Иван Иванов. Вот. Значит, Иван Иванов. И заставить его изучить 20 дисков совершенно неподготовлено всех. И невозможно. И делаем сжатое в форме. Итак, орех манджурский. Груша уссурийская. Ранетка. Сибирка. Вы же понимаете, что орех манджурский это... Как бы... Просто, чтобы там он рос. Не буду просказывать. Груша уссурийская. 300 штук. Это по двое будет. По двое. Потом можно вырастить настоящий грушевый сад. Пусть не 300 деревьев будет. А 100 или 200. Это великолепный грушевый сад. Тем более, что мои груши самые сладкие в России. Приняты так считать. Ранетка. Вот. Ранетки ножи как по двое. Сибирка как по двое. Черешня. Ну, что получится, то получится. Вот. Она может быть серешней. Может быть гибридом серешней с вишней. У него... А второй родитель может быть вишней. Вишня сибирская штамма. Великолепный подвой. Вот. Сливы китайки. Китайки это вообще в европейской России дефицит страшный. Вот. Понятно. От Китая это далеко. Но я-то рядом живу. Сибирь это центр. Евразийского. Так, где я живу. Это центр Евразийского континента. То есть, уже полпути проехали. В сторону запада. Уссурийские груши. Сладчайшие. Тоже это редкость. А вот венгерки. Это не редкость. Но, опять же, чем они хороши? Сохранять свои качества природные. То есть, например, в крупность. Вот. Потом сливокультурный. Особенность в Востоке. Это тоже великолепно. Если они повторят свои качества. Чем веснее мы ссадим семена, тем более качественные плоды мы получаем. Вот. Это надо знать. Это один из моих постулатов. Мои наблюдения. Так. Персики. Хасанский. Особый случай. Надо его социализировать. Вообще, про Церкасса я уже все сказал. Вишнев, Владимирский. Все, все, все. И главное это абрикосы. Все, что сейчас. Я говорю Ивану. Все, что сейчас. У него под рукой. Все это есть. Полторы тысячи газков заказаны. Вот. Надо все это сантефицировать. И высаживать. И тут хитрость такая. Можно посадить спящую. И не взошла. Горшок пустой. Лучше, чтобы уже взошло. Давайте вот эти тонкости сейчас начнем изучать. Вот. Итак. Первая моя команда. Сейчас надо будет все это стратифицировать. Вот. Вот. Сейчас сегодня шестое, седьмое, восьмое, девятого. Потому что на юге там, наверное, все на месяц раньше. И как раз должно подоспеть. Давайте теперь заглянем вот сюда. Это моя особая папка. Одна из моих особых папок. Все мы не будем изучать. Потому что здесь есть. И о посадке саженцев. Это пока не надо. Давайте посадке семян. Вот. Только эти будем рассматривать в фотографии. Так. Самое интересное, что посажены они были нормально. Это мой снимок. Это мой сад. Они были нормально посажены. И вылезли из земли, когда вот это вот корешок пошел вниз. Вверх, это самое, вершок еще не показался. Он теперь упирается, как рычаг. И теперь он встанет вертикально. Вообще вот так вот. Если меня видите. Вот он лежит. Вот так вот он встанет. Вот это одна из хитростей породы, которых никто толком не знает. Вот. А потому что садят глубоко, и они там и остаются. Хоть горизонтально, хоть отекают. Но глубоко посажены, они не видно. А надо, чтобы вот это место было наверху. Это камневая шейка. Вот это вся хитрость. Посадить настолько неглубоко. Пусть горшки высадите. Пусть на постоянное место. Настолько неглубоко, чтобы потом вот это получилось именно так, как на этой фотографии. Смотрим дальше. Вот фотографию прислали. Это персик. Вот видите. Росток появился. Вот. Вот уже красный это росток. Вот это тоже правильная посадка. Здесь заглубления не будет. Заглубление это довольно быстрая смерть. Не первый год, а второй, на второй, на пятый. Все равно смерть. Дикое разрусирование после того, когда ждешь несколько лет. Вот такой же пример. Вот, обратите внимание, вот это, уважаемый Иван Иванов, вот это вот, называется семя доли. Они-то как раз и были. Вот, видите. Это вот то, что мы называем это ядрышком. Вот. Там внутри семя доли. Ну, а дальше мы смотрим. Ну, давайте здесь ошибки заодно. Вот человек посадил мои абрикосы, присылает фотографию, я его трогал. Срочно надо убирать, было вот это вот сено, салону убирать. Сгниют ведь, сгниют. Посажены на длинную гряду, все по железу. Ну, зачем было вот так замульчивать? Да, лишний раз не поливать и все равно плохо. Сохраняет влагу. Но эта влага из-за нее сгнивает в основании штамба. Вот видите, нужная учеба. А все это надо будет сдать моему новому другу. Ивану вот так. Ну, вот, пожалуйста. А ведь преподнесли мне, как, смотрите, какие мы слова. Это многие немного ошибаются. Прививка по железу, такое и так плохо. Прививка по железу, я уже не выдерживаю. Показывает фильм и прививает эти самые плодовые ветки. Они же не растут. Они их прививают. И еще, говорю, вот посмотри, уже и почки наклюнулись. Ура! Отличить плодовую ветку тростовой не догадались, а уже становятся учителями. Да еще пишут, прививка по железу. Знаете, как обидно? Сколько людей забросили в голову. Плодовые ветки прививать. Вот еще один пример. Ну, почти нормально. Ну, почти. Вот он вылез из земли. Да, вылез. Но чуть-чуть бы еще разгрести, потому что даже если там полсантиметра, уже гнить может. Ну, в принципе, можете зря придираюсь, еще в зависимости от региона. В других регионах выдерживает. Самих даже вот хватит несколько миллиметров под землей оказалось штамба, и чтобы они могли сгнить. Вот такие дела. Такой же случай. Чуть-чуть глубоковато. Чуть-чуть. Ну, вы уже разбираетесь. Чуть-чуть глубоковато. Вот. Самое главное, я когда вижу скорлупки снаружи, я уже как-то не так переживаю. Интересный случай. Я так делал с грушами. Знаете, есть места, может быть, как раз у Ивана Иванова, как раз такое место и есть. Кто его знает? Там, если почва глинистая, иногда глина сухие времена схватывается так сильно, становится твердой, непреодзаримой для семян. Вот. И тогда мы придумываем способ, а я его проверил. Значит, я эту Боровскую, у меня даже фотографии есть, песочком, для того, чтобы они ничего не ушли, и попал под засуху уже другого рода. Пола, метр зашло, метр не взошло, вот так вот, хотя между ними такое расстояние было. Поняли, да? Вот эта палка на двух концах. Она может зайти, расферку присыпана песочком. А может, она и не хватит влаги, потому что под песочком все быстро высыхает. Так, ну, в данном случае мы не будем проходить. Это кто же посадка? Это голубая ель. Вот. Я собирал семян, посадил, ну, сходит, сходит. Вот. Только что, кстати, я был написан, неимоверно трудной, целой, хитрой технологии, а посадил бы всякой технологии, зашло. Так. В горшках тоже. Это все мое. Видите, дружные всходы. Это здорово. Все подряд. Вот примерно такая картина будет у Ивана Иванова, с южного региона. Тот, который работает садоводом у моего друга, который в командировке. Так. И вот получается следующее. У него примерно так оно должно выглядеть. вот сейчас чуть-чуть вернемся. Как это вы? Смотрите. Еще раз полюбовались на эту очень-очень крупную партию. Наверное, самая крупная, если не считать той, которая уехала много лет назад, много лет назад в этот самый. Вот. в Словакии до сих пор обидно, что нашим не надо было. Так. Теперь. 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 А. Смотрите, я быстро пролесну. Я уже первый сель это показывал. Вот. Видите. Начало уже горшки, а у него вновь будет полторы тысячи горшков. Так. Уже есть. Будет садить. А это как непредсказуемая погода. Не успел закопать, а они уже снежом засыпаны. Ну, это так, к слову. Давайте найдем более реальное. А. Вот эту фотографию еще раз показываю. Вот. Ему придется вот так вот делать. Почему? Это все уже будет жить до осени как минимум. Как минимум. Вот так ему придется все полторы тысячи горшков. Вот. Но мы сейчас подойдем к схожести. Вот. Вот это посмотрели. Возвращаемся. И смотрим дальше. Где мы были? Где мы были? Где мы были? На какой мы остановились? Сейчас. А. Вот на этой вот остановились. И продолжаем. Это из другой оперы. Вот. Это одна из моих учениц. Как видите, обеспечить схожесть. Сама сфиксировала. все у него получилось. Так. Вот эти вот горшки, они самые удобные. Из них потом, они маленькие. Год растивший, но потом ну, в общем, надо сделать так, чтобы они потом оставались в ком земли. Вот. Вот это самое главное. А так как она посадила, вот если это комната, то они растут и растут, а когда высаживают, они почему-то умирают. У них даты не совпадают. Допустим, уже у этого саживаются где-то уже майское вид, а садить, допустим, в апреле. Вот. И они без того, чтобы прости, останавливаются в росте и ждут мая. Вот этот момент отразил. Вот. Вот так вот пусть это в общем один из способов посадки вернее сертификации это мне фотографии прислали. Ну как ее прокомментировать? Здесь какой-то песок такой крупнозернистый. В результате я не знаю. Вот. удобные контейнеры вы видите. Вот. из-за оперы, это из-за оперы. Ну именно такое, да, я видел фотографию того места, где эти три гектара, где этот крупный заказ будет высох. В какой-то степени напоминает вот такую картину. Вот. Всем интересен юг. на севере, я говорю, вот хорошо, если вот это допустим сделано на севере. Хорошо, если сейчас утро и тогда в обед солнце будет бить прямо и добавлять северянам. добавлять градусы тепла, потому что под более тупым углом будут падать солнечные лучи. Есть фотография, сделана утром. И вот что касается юга. А если у него будет возможность, то именно вот те же абрикосы я бы посоветовал посадить так, чтобы солнечные лучи не били тупо, а скользили. То есть посадить с северной или восточной стороны. Тепла и так будет хватать все-таки юг, да, до моих абрикосов, которым сам черт не брат, до 40 выдерживает даже культурные. Тогда получается, что южный склон не предпочтителен для южа, предпочтителен северный склон. Вот это я хотел сказать, но по большому счету садить придется как он есть, так он и есть. Южный, если северный и склон южный, склон, допустим, мы так вот дали землю, 3 гектара много, если юг и северный, тогда на обоих сторонах и садить надо. По принципу есть ранние абрикосы, и сподние абрикосы. Вот. Таким вот образом, такие рассуждения. Вот. Ну, то, что вот это есть ошибка. Вот так вот горшки вырастить много, а потом попробуй их рассадить. То есть длинные хилые растут, потому что им не хватает света. Вот, видите. Длинные хилые. Это не серьезно. Камнями зарядили. Есть такой способ, я сейчас это не по теме пропускаю, но я бы постерегся. Там как раз между ними как раз и корневая шейка будет гонить. Там. Вот. Вот это вот почему я постерегся посоветовать более раннюю сертификацию. мы рискуем. Что-то может зайти, что-то может не зайти. Но дело в том, что я попробовал сервисировать сразу где-то, скажу, а в ноябре месяце. Вот у нас ноябрь уже зима и сертификацию ноябрь, декабрь, мать, в январе проснулись. Куда их? Но зато я сделал учебный снимок. А видите на дальнем плане что? А там у меня сливы еще быстрее взошли. Вон там на дальнем плане банка стоит. Сливы уже вымахать успели. Они там были прикопаны так же. Там где-то полбанки песку. Вот как бывает. Поэтому сильно рано плохо, сильно поздно плохо. Наше дело угадать. Я ждал прежде чем давать совет я ждал нового года. И вот что будет происходить. Значит в одной и той же банке допустим будут и такие и спящие и которые посадки и переросшие. Я написал негодно и стрелки показал. Но это такие еще можно садить. Наверное я перегру палку. Вот такие которые от 3 справа. Расточек еще небольшой. садить неглубоко можно. Вот такой приросток я их тоже пытался садить. Некоторые всходят и некоторые нет. Но готовая вот как раз вот такая является. Которая вторая. Спящая может проснуться может нет. У них есть некоторых и как будто с неба команда поступает. Не всходить точка. Пусть год. Есть косточки которые считаны на позе всход ранний сход. Ну знаете как зима раннее взойдут одни. В природе там эти тысячи косточек с одного дерева это же не случайно. Зачем такое обилие? В идеале одно дерево заменяет одно дерево садить косточек лишнее. Но они не лишнее. потому потому потеря вероятности больше часть едят мыши. Вот потеря вероятности некоторые их растащат в виде плодов те же птицы или эти самые животные и попадают в другое место где взойти вообще не могут и так далее и так далее и получается если брать десятки сотни лет одно дерево заменяет одно дерево из этого исходя а еще катаклизмы а вдруг последний это снег вдруг все погибло а это консика которая самая левая самая левая спящая возьмет очнется но следующий год потеплеет и дойдет вот и спасено по крайней мере дерево дало потом что все равно такое что пропускаем ужасно ужасно вот это высаживать потом ошибка страшная в тепле выращивать здесь я критиковал эту фотографию мне прислали с одной стороны почти нормально семидоли наверху значит корневая шейка где-то рядом чуть-чуть присыпано но мудриться в яму посадить это будущая смерть так мульчирование это будущая смерть особенно для абрикосов это из другого видеть что вот это 20 тысяч экземпляров распространили журнал этот идиотский снимок с идиотским технологией по-другому назвать нельзя издевательство какое-то над людьми на здравом смысле да еще поросенью посадку да еще поросенью эту обрезку так ну тут все хорошее вот посадили пожалуй вы видите сын манджорса стрелку нарисовали да молодцы и тут же эта дебильная покрышка смотрите я когда вижу у меня давление сразу поднимается миллионы деревьев укропили этими покрышками вот посадка пожалуй покрышку убрать не успел но я уже успел утругать так многое пропускаю вот видите здесь почва настолько настолько бедная скажем так вот на ней влага хуже держится и даже если здесь карьеровщейка чуть-чуть прикопана это и не помешает ему прожить долгую жизнь самое удивительное что абрикос вот как раз такую почву не боятся прекрасно в ней живут вот поэтому они дольше держатся а вот когда садят чернозем глину там век они короткие именно из-за того что кинешь на эту просто на поверхность зайдет одна из десяти а девять потеряли зато это одна из десяти будет прекрасно расти а нам надо чтобы все десять из десяти вот прекрасный случай и песятая почва и персик прекрасно зашел и ничего ему не будет потому что нет он был закопан видите давайте теперь так вот иван что будем делать с этим смотрите в один и тот же день серафим еще спят так вот казалось бы рано и в этот же день обувь сельца а он уже оказывается у него характеристика такая что он взял на несколько дней раньше проклянулся видите теперь что с ними делать дальше высаживайте как можно быстрее так а это значит что вот таким виде аккуратненько вложить на бочок но как-то и на бочок и чтобы корень смотрел вниз но не надо забывать что есть еще и вершок еще ниже покажу что он должен смотреть вверх а они же почему такой такой уродный вид имеет мало того что перероски а потому что они были закоплены по принципу валим засыпаем валим засыпаем вот в таком виде можно садить это вниз росток вверх тогда получается немножко на бочок придется а что поделать опоздали посадить чуть раньше вот Артем это все в один день посмотрите этот еще спит вот а этот все таки вот кто-то там из них номер 4 скорее всего Сибланджорса или Есени Самура вот самое время на высадку всех эти проклюнулись значит вот эти проклюнутся вот вот день два не хватило смотрим дальше наша задача вовремя высадить а новое будет там тысячи представляете как уследить смотрим дальше вот эту фотографию мне прислали вот 8 апреля и просло ни одного так ну сколько она пролежала тут не написано ладно это один из отчетов моего клиента вот а ого там вроде бы не безнадежка вроде бы не взошли и видно же по почерку что это тот же Киров Амур взошел значит пока одна штука вот дальше просчастливые вишни сюда я блудился где-то близко схожесть вот видите вот это я считаю неплохо неплохой результат хотя земля жирная но это будет долго жить еще еще вот это из другой оперы это кто-то из моих учеников садит а здесь уже смотрите вроде бы ну что ему надо почему он сокнуть начал а вот так вот вот мне не хватило влаги обычно я это говорю как вынуждены садить ну хорошо его ногу садить башки но большинство вынуждены садить сразу на место причем это правильно сразу на место но тем не менее необходимо чтобы достаточно количество влаги было а вот на таких холмах и грядах влага высыхает практически мгновенно вот еще я думаю когда вот это прислали ну все хорошо ну крутовато взять мы потом купить перегною и вот так вот отступить метр и вот перегною сгладить чтобы он был и вот такой а вот такой понятно да вот все это общее понятие для человека это мой золотой запас я называю золотой запас России только силам не нужен самая уникальная коллекция в России в мире помпата вот ну вот еще один пример я говорю как мне говорят получили что дальше я говорю ищите маленькие стеклянные баночки чем меньше тем лучше и в этих баночках высаживаете ой высаживаете туда высыпаете закрыли и до астальтификации лежат напомню сейчас январь пора слипсировать сливы вишни язвили сливы черешни перчики русские орехи а абрикосы яблони груши вишни попозже ну вишни уже можно и сейчас так месяцем позже видите как у него хорошо вылезли из земли семя доли но опять ошибка ошибка страшная нельзя в доме расти дальше нельзя кстати на кухне работы кипит там идет сбор посылок так а вот это мой яркий пример почему нельзя закапать глубоко перцентин и все прекрасно посадил в горстки вот я пишу глубоко до сантиметров 10 вот отругал сказал срочно выкопать прислать фотографии выкопала видели как быстро убирают они они еще живы но они уже мертвы вот такая ошибка причем 5 6 7 и даже 10 сантиметров накапать а это советы которые растиражированы в десятках сотях тысячах сотнях тысяч я не шучу я по фамина знаю тех кто это совет только что большинство уже нету поэтому я просто говорю не слушайте эти советы даже если авторитетны даже если на том свете все равно не слушайте вот закапать символички вот ну я почти все сказал вот это вот Абакан так серию был посажен прекрасно плодоносит стал основоположником нового гибрида Амура из Амура отдельно снимал рассказывал показывал но отругал зоопалубку вот хотя мне все доволен этим человеком который так развил именно этот сортообразец вот тысячах экземпляров начинал он с одного моего сеется вот это вот видите какая ошибка совершенно не глубоко посадил 7 метров для 5-6 все будущее смерть отругал показал спасай а что делать я вынужден вот ну что получается мы наверное будем заканчивать эту тему вот страшная ошибка но реально трудно сделать чтобы падать не стояло а вот сделал это у меня вот скоро 40 лет исполнится наверное в этом году или следующем весной 40 лет вот рекорды 40 ведер дерева вот все зафиксировано красота потомки его манджурцы это целое целое направление в науке целое целое направление гигантское сейчас они покоряют весь мир вот покорить вот этот южный южный участок все-таки там помните сколько там косичек я уже не считал там тысячи косичек только прикосы все ли культурных и манджурск вот эти вот не дай бог все займешь вам больше с ними делать но это шутка бетка вот вот скромно нам зашли вот бойтесь мышей называется сходность такая что прямо дорожки топчет топчет ада всходит вот это здесь самое ценное вот такие на холл можно садить несколько штук чтобы какая-то гарантия была вот когда ассен мне места не хватает так мне надо еще ну это про качество семян все же я не успел продать июль месяц скажите мои семена некачественные это то что я дешево продать видите вот киньте у меня камень посадка в эти самые горшочки горшочки вот они горшочки для этого чем на снимке я не вижу что с каждой примерно надо брать балкон вот он так выглядит мой балкон причем все это было сгнило и все это было сгнивше косточки выбраны семечки и так далее вот это самый страшный совет из всех есть причина почему они не погибают они не успевают пересаживать и тогда это спасает их мы это все проходили с вами так друзья надо заканчивать еще подходящую фотографию вот это вот у меня прижималась стена которая там от которой холод идет покрытие и вот 1 бог где-то минус 1 2 может быть другой бог 1 2 плюс это крайне случае ничего таких случаях они просто не просыпаются когда пара приходит тепла а вот тот самый пример когда если садить в этот самый стеклянные банки то есть на первом этапе надо все-таки полтора-два месяца срифицировать абрикосы там два с половиной месяца где-то нормально и все-таки сигнальные сигналы служат вот такие вот вещи пора вот как бы вот эти вот сигнальные которые посудят пора хотя большинство еще спит но они спят но они взошли бы через день через 2-3 может даже через неделю-две вот тогда все взойдут у них разброс по качеству большой ну как это называется расщепление свозь просто так устроено чтобы они все не погибали когда катаклизм катаклизм а эти уже с листиками одессе спали в раз потеплело вылезли вот так поэтому вот это есть который экземпляр вот так вот еще дайду такой снимок это я выбросил которые были выкуплены вот видите вот эта дорожка сама всех называют сливы заследу второй год первый год один сусущего я практике но случился и объяснить не могу как будто схема команды и у нас лишь все но то следующий год я держал грядку чистоте ну то есть не давал и зарастать бред ну на второй году такая картина так мы можем скоро будет заканчивать видите видите вот это дать как называется культурная у меня когда я собирали плоды было так много набрали сколько хотели амура отдельно серафима отдельно королевская отдельно бая отдельно поин отдельно академики отдельно а еще оставалось только объемом дал команду сыграть все подряд вот это все подряд и назвал сети номер один смесь культурных абрикосов кому-то совершенно неважно дать просто помощи в лотерейный билет вот эти есть лотерейный билет а там выросла заплодносит цену не угадаешь что папа то было дохлый номер сын полка кстати видите ассортир номер два это банджурсы я их тоже собирал все подряд когда надоедал собирать подкадывание вот просто сходится второй год но тут идиотов хватает вот страшные ошибки видите вот скажите что я не умею стать все скажите мне в глаза мне кажется не только это умею но имею право советы давать посмотрим что там на юге вырастет где считается ничего не растет это ёлка все равно вот пожалуйста вот так выглядит не купили не купили вот яркая картина этого допускать нельзя надо раньше высаживать только все 100 процентов зашли это семечки прекрасно прекрасно яблони порвал слива ассортир тоже зашла лимонка зашла вот это а это продолжение той истории все даже слива уже середина лета она продолжает расти а это шелковица укорененная которую выращивает Таня Железова моя невестка так это сергей заготавливает семена так это уже скоро надо заканчивать этот разговор как видите вот это самое страшное когда делать штампа деревьев так вот теперь еще что-то бы сказать и закончить вторую и последнюю серию это каждому этому можно долго рассказывать про сварок какой-то замечательный в плодах еще и еще в чем-то в качестве подвоенного сеянца эти фотографии мне прислали золотой запас россии кто-то его получил часть его ну что друзья давайте заканчивать да вот эти переростки но все равно надо их садить я всегда же надеюсь упустить момент глубоко посажено глубоко через колет умрет а вот теперь вот убереть так и даже конец то будет вот так вот нельзя экономить на земле вылазят оттуда длинные худые неполноценные саженцы когда землю экономят вот такие вот да вот тоже сэкономили вот при одной и той же влажности видите один сгнил другой пошел в рост третий пошел в рост но все равно яркий пример даже влажность у каждой косточки должна быть индивидуально попробуйте это сделать вот посадка с мульчированием вот теперь вот тебе почему дохнут а на хрена была эта самая вынать корневую шейку и основание штамма видите тем здесь много вот давайте мы с вами какой итог подведем итог например такой половину садим сколько раз полторы тысячи горшков человек купил надо писать в горшки желательно чтобы часть проклялась все которые проклюнулись они в горшках будут прекрасно расти спящие тоже надо садить в горшки но узнать что не все из них взойдут есть такое качество вот пожалуй и все я надеюсь я своими советами как мог так помог вот вся эта панорама была много фотографий для общего понятия потому что посадить это еще не все это только еще начало и впереди вся головная боль вот опрыскивать от этих самых и отношения спасать и тут много тем но я выслушал еще и эту 20 дисков если человек хочет заниматься профессионально пусть и 20 дисков посмотрит что я скажу книгу почитают многие предпочитают не на экране а книгу пожалуйста книга прекрасная все на этом я заканчиваю друзья вот посмотрим когда-то я на 50-го статью называлась абрикос-бросок на север на 50% хозяйства я этим очень гордился вот теперь пришла пора вторую серию я назову по-другому я назову абрикос-бросок на юг вот так наверное ну еще не решил подумаем до свидания друзья не забывайте заказывать семена вот пока я в состоянии их высылать единственное так как мои друзья уже занимаются в садах райских царство небесное осталась единственная коллекция уникальных семян на всю Россию и даже на всю планету вот до свидания друзья